Друзья, всем привет! Сейчас я приехал на один интересный объект. Давайте камеру переверну, чтобы было более понятно. Видите, какие большие сосульки? Значит, дымовладельцы этого дома жалуются на то, что им холодно, особенно на мансарде. Большие, говорят, теплопотери. По сосулькам мы видим, что по факту они отапливают улицу. Купили его дом, первый год включили отопление и обнаружилась вот такая вот история. То есть им в доме холодно, плюс у них еще есть проблема с конденсатом. Давайте я вам еще вот эту плоскость покажу. Здесь вот видно, что... Посмотрите, видите, какие большие сосульки. Сейчас давайте зайдем в дом, где разрешили поснимать. И будем разбираться, почему образуется такая вот проблема. Итак, друзья, я поднялся на мансардный этаж. Камеру давайте перевернем. Вот так вот это у нас все выглядит. Вот это вот черное, это у нас... Вот это у нас пергамин обычный в виде пароизоляционной пленки. Здесь вот если мы сейчас его начнем отрывать, мы увидим, как у нас утеплена крыша. Специально сделали, когда строители монтировали утеплитель, чтобы утеплитель не вываливался, они вместо того, чтобы сделать какую-нибудь там проволоку или нитку натянуть, они, короче, придумали вот такие вот досочки. Закрутили их на саморезы. Так, здесь у нас... Здесь вот у нас... Это уже 100 миллиметров. Видно, что примыкание утеплителя сделано не очень качественно, поэтому особенно яндово она... очень хорошо пропускает тепло, поэтому особенно в яндове у нас большое количество сосудов. Так, убрали вот эти вот речки. Давайте снимем вот что-то утеплитель. Так, снимаем вот здесь. Вот, видите, здесь у нас мокро. Мокро. Сыро. Так, вот. Здесь вот прям все мокро. Видите, стропилиная она... Сырая. Сырая. Да. Так, отсюда вот этот утеплитель вытащу. Так. Тут вот все в воде. Давайте еще вот эту доску открутим. Да. Так, снимаем. Видим, что здесь даже картина еще более... Более такая худшая. Печальная. Более печальная, да. Вот. Пойдемте, я еще покажу с той стороны. Тут уже все. Сняли везде полностью вот пергамин. Да, и здесь вот на утеплителе, видите, образуется конденсат. Вот здесь вот все сыро. Здесь тоже самое. Сырые стропила. Вот видно, прямо на утеплителе. Утеплителе капли. Есть. Вот эту плоскость у нас полностью убрали утеплитель. Оторвали кусок для того, чтобы посмотреть пленку, паропроницаемую он у нас или нет. Видите, здесь вот нету конторейки. Сразу идет шаговая обрешетка. Хотя здесь должен был быть сверху вот этой пленки брусок 50 на 50, который формирует вензазор. Дальше уже должна идти шаговая обрешетка и какой-то кроельный материал. Вот если здесь посмотреть, видно даже на металлочерепице. Образуется уже какой-то конденсат небольшой. Оторвали небольшой кусок вот этой пленки для того, чтобы проверить, паропроницаемая она или нет. То есть мы проводим небольшой такой лабораторный эксперимент. У нас вот в этой тарелке залит кипяток. Сверху мы ложили вот эту пленку и поставили тарелку. Если на тарелке с обратной стороны образуется конденсат, значит пленка пар пропускает. Вот мы видим, что у нас влага есть здесь, на этой тарелке. Это говорит о том, что вот эта пленка пар пропускает. И сейчас я буду предлагать несколько путей решения для того, чтобы у молодельцев этого дома больше не возникало вот эту вот проблему. Решить проблему с сосульками большими, да, и решить проблему с конденсатом, чтобы не было проблем вот в этих местах. Тут вот все мокро. И посмотрите, видите, совсем все. Сыр и тут даже вот в этих местах даже лед образуется. Вот он. Вот он тут даже лед. Так, друзья, ну снял я еще один пролет. Вот видите, все во льду. Вот здесь прям лед. Капает конденсат. Все стропилы сырые. Вот тут, смотрите, они аж почернели здесь. Уже даже вот пошел процесс гниения. Все во льду. Это вообще просто. Уже даже деревяшка пошла разрушаться. Короче, тут надо максимально быстро все переделать, пока не сгнило ничего. Итак, друзья, если резюмировать то, что у нас получилось, мы видим, что крыша у нас утеплена всего 10 сантиметров. Отсюда большие теплопотери. Отсюда образуются сосульки, потому что температура на поверхности кровельного покрытия сильно выше нуля. Также мы видим, что у нас нет контррейки. Вот, и для того, чтобы нам все это дело исправить, что нам нужно делать? Давайте пошагам. Значит, первое, нам нужно будет снять полностью всю кровлю, полностью металлочерепицу, снять вот эту вот обрешетку. Как мы увидели из опыта, это у нас паропроницаемая пленка. Вот такая вот у нас с вами мини-лаборатория. Мы видим, что тарелка, она у нас в таком конденсате, влажная. Поэтому эта пленка пар пропускает. Соответственно, сняли металлочерепицу, сняли шаговую обрешетку, проклеили полностью всю эту пленку, сделали заплатки там, где нужно, потому что здесь вот кто-то тоже уже экспериментировал. Вот, сделали заплатки там, где нужно, везде ее проклеили, добавили на стропилу брусок 50 на 50, дальше обратно вернуть вот эту шаговую обрешетку, обратно вернуть металлочерепицу. Сделать утепление здесь вот 20 сантиметров, потом поперек нашить еще брусок 50 на 50, добавить контур утепления, перекрыть все мостики холода. После этого смонтировать качественную пароизоляционную пленку, а не пергамин, вот, которую герметично везде проклеить. Такая конструкция кровли будет работать 100%, не будет никаких проблем, вот, будет служить вера и правда, и домовладельцы забудут о теплопотерях и о том, что такое сосульки на крыше. Вот такая вот, такие вот небольшие проблемы, кто-то что-то у нас забывает постоянно, какие-то строители, да, из-за этого потом у людей возникает куча проблем. Сейчас вот нужно все это переделывать, то есть купили люди дом и уже, ну, толком лучше, грубо говоря, не пожили и уже попадают на деньги, уже попадают на какие-то непонятные переделки. Вот, желаю вам строить хорошо, чтобы у вас не было никогда таких проблем, вот, если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, а так, всем пока, всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok